Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы меня видите, если вы меня слышите, если вы смотрите в прямом эфире урок, то пишите в чате, что вы меня видите и слышите. Так, мы продолжаем. Сегодня у нас седьмое занятие нашего онлайн-тренинга «Самодисциплина для писателей и сценаристов». Те, кто отмечает Рождество сегодня, поздравляю с Рождеством. И сегодня у нас будет самое сложное занятие, самое сложное домашнее задание, так уж точно. И тема, которую я хочу сегодня дать, она тоже непростая. Главным образом она непростая. Почему? Не потому, что в ней много каких-то составляющих. А она, скажем так, то, что я буду говорить, оно, я смею надеяться, будет в очень большой степени противоречить тому, что вы думаете и знаете на эту тему. Ну, в общем, вы это уже, наверное, заметили, что я очень часто занимаюсь неким разоблачением различных мифов и вредных убеждений. Ну, для начала давайте так. Знакома ли вам техника под названием «Колесо баланса»? И пробовали ли вы когда-нибудь с этой техникой работать? Значит, что такое техника «Колесо баланса»? Это такая техника визуализации, в которой мы пишем, рисуем такой круг, разделяем на сегменты и в различные сегменты размещаем разные ценные, важные для нас области нашей жизни. И затем ставим оценки, насколько мы оцениваем, насколько мы удовлетворены сферой этой деятельности. И таким образом, да, поставив эти оценки и отметив в этих сегментах, да, насколько мы, вот это наше, субъективное наше ощущение этой оценки, да, мы можем увидеть, насколько наше колесо гармонично. То есть, если, например, есть какая-то провальная область, то или несколько областей, да, мы сразу же видим все эти перекосы. «Колесо баланса» появилось примерно в 70-е годы в Америке прошлого века. Это было время, когда очень активно развивалась всяческая практическая психология. И автором этой методики был некий такой американец Пол Дж. Мейер. И в его колесе, в его изначальной модели колеса баланса было шесть сегментов. Это семья и дом, финансы и карьера, саморазвитие и образование, тело и здоровье, общество и культура, духовное развитие и этика. Ну, вполне себе. Сейчас, как правило, берут девять сфер. Это здоровье, семья, здесь же любовь, отношения, работа, карьера, деньги, отдых, друзья, творчество и хобби, путешествия и саморазвитие. И вот вопрос. Давайте я вас попрошу сформулировать, что в вашем представлении является идеальным балансом. Вот идеальный жизненный баланс – это что? Как бы вы его себе представляли? Да, у Парабеллума было восемь. Но Парабеллум тоже не сам же ее придумал, брал у кого-то модель. Как вы себе представляете? Радость жизни в любой сфере. Казалось бы, логично, да, что классно, когда у нас, там, мы, если по оценке, 9 из 10, 10 из 10, да, оцениваем, то классно, когда у нас не ниже девятки, везде, везде во всех этих самых, баланс во всех, во всех областях нашей жизни. Да, то есть классно, когда у нас колесо гармоничное, круглое. Да, да, коучи очень любят говорить, если колесо не круглое, то вы на нем далеко не уедете, да. Да, то есть, что, в общем, довольно странная идея, да, использовать одну визуальную модель для какого-то другого совершенно действия. Может быть, мы не собираемся ехать на этом колесе. Да, может быть, мы собираемся на него дуть, да, или собираемся лезть на него, или еще что-то делать. Так вот, смотрите, колесо, что такое вообще это колесо баланса? Я советую очень, это не значит, что я его полностью отрицаю, да, но, как и все модели, практически все модели практической психологии, да, они используют, их можно использовать в ограниченных, строго конкретных ситуациях. То есть, нельзя использовать, то есть, вот проблема такого рода такой массовой психологии в том, что берется какой-нибудь инструмент, да, например, спиральная динамика, и употребляется по любому поводу, да, или пирамида Дилтса. И вот здесь то же самое, да, или берем Диснея, да, и в любой непонятной ситуации делай Диснея. И вот с колесом баланса та же самая штука. Можно, то есть, он в какой-то момент может стать ловушкой. И надо понять, что такое вообще это колесо баланса, откуда оно появилось, почему именно в это время, почему его так активно людям продают. Колесо баланса – это штука, которую продают рабам, да, то есть, когда общество увеличивает контроль за личностью, да, за каждой отдельной личностью, и есть задача, чтобы у человека были там строго определенные результаты в какой-то конкретной области, да, например, там, не знаю, в области денег, да, ставится какое-то совершенно конкретное ограничение или в области творческой самореализации человеку ставится какое-то конкретное ограничение. И человек этого не заметить не может, он неизбежно это заметит и скажет, так, у меня тут какая-то херня. И поэтому вот это ограничение и невозможность двинуться куда-то дальше в карьере, в творчестве, в деньгах, да, оно прячется за другими областями жизни. То есть, человеку говоря, да, человека заставляют делать то, что он не хочет, да, например, там, работать на нелюбимой работе, на которой он никогда не сделает карьеру. Но при этом ему говорят, но зато, чувак, смотри, у тебя семья, да, семья будет компенсацией за то, что ты никогда не сделаешь карьеру. Да, вот «Живи семьей» и огромное количество сериалов, ситкомов, особенностей, да, показывают именно ценность вот этой вот стороны жизни. Да, я не стал, там, если вы смотрели сериал «Как я встретил вашу маму», да, там, герой не стал. Один не стал архитектором, другой не стал этим самым адвокатом, каким он хотел быть. Но зато, да, они каждый вечер собираются вместе, сидят, разговаривают о чем-то, шутят и так далее, и так далее. Вот такие они милые, прекрасные, прекрасные ребята. Есть и более жесткие примеры, да, куда, например, еще алкоголизм добавлен, как в сериале «Кугар Таун», да, где там ребята сидят и каждый вечер винишко подтягивают. То есть, да, здесь у тебя, здесь ты никогда не реализуешься, но зато у тебя будет здоровье, да, у тебя есть фитнес-центр, ты занимаешься йогой, у тебя есть тренер, да, все нормально. У тебя есть отдых, да, то есть тебе вечером покажут сериал, в воскресенье тебе устроят концерт или какую-то футбольную игру, да, и есть определенные культурные, скажем так, способы сделать так, чтобы ты на эту игру пошел или на этот концерт, да, тебя отправят в отпуск на определенное время, на определенную, в определенную географическую точку, опять же, да, в обществе есть инструменты, как это сделать, да, у тебя есть друзья, да, и мы, опять же, дадим тебе четкие модели, где, как ты этих друзей находишь, что ты с ними делаешь, да, как ты должен с ними время проводить и так далее, и так далее. Вот. И идеальное колесо, да, то есть если человека заставляют делать то, что он чувствует, что что-то тут не так, да, это можно спрятать в том, что у него зато с другими сторонами баланса все в порядке. Насколько понятна эта идея? Если она понятна, да, вы можете быть с ней не согласны, да, вы можете написать. Понятно ли, я прошу, если понятна эта мысль, напишите, что она понятна. Если вы, например, с ней не согласны, можете написать. Понятно, но я там не согласен с этим. Например. или если что-то непонятно то можете задать какие-то вопросы и это на самом деле там общественный строй не имеет никакого значения да то есть это точно то же самое происходит и в советском союзе и в англии и в россии в современной и в америке и в китае да то есть я думаю что это некое некое последствия индустриального вот этого перехода да где нужно было заставлять большое количество людей работать одновременно да и вот выстраивается выстраивается такая эта история о рабы разве ходят психологом конечно работа и ходят психологом но учитывая количество психологов да в обществе несомненно несомненно да тем более что появляется на огромное количество ну такого масштабированной психологии да когда один человек один психолог обслуживает там не знаю десять тысяч человек поэтому конечно же да вот и сейчас дальше будет еще еще интереснее я правильно понимаю что зато эта ловушка которая отвлекает от главного и усыпляет запал на главный да совершенно верно баланс как прокрустого ложа так теперь идем дальше и я в свое время понял что вот вот это стремление к идеальному колесу баланса да она не может быть ценностью главно почему потому что если уж на то пошло идеальное колесо баланса у трупа да у него везде по нулям она идеально но она не никуда не едет поэтому я думаю что вот к этому балансу нужно относиться гибче и вообще и и можно использовать там непосредственно этот инструмент можно использовать какие-то другие инструменты но важно что опять же в определенных ситуациях определенные инструменты нужно использовать определенным образом да то есть скажем молотком до можно забивать гвозди до очистить зубы ими нельзя до результата скорее всего не получите точно так же если вы попытаетесь забивать гвозди зубной щеткой тоже вряд ли у вас это получится и важно понять где когда при каких обстоятельствах можно использовать тот или иной инструмент а при каких обстоятельствах его использование вредно и вот на разных этапах жизни во первых вполне можно пренебрегать чем-то одним из своего колесо баланса и за счет этого очень сильно прокачивать другое то есть например в определенном на определенном этапе жизни можно полностью посвятить себя например отношений да и поставив на паузу вообще все то есть карьеру поставить на паузу все да то есть вот если вы выстраиваете отношения которые вы понимаете что когда вы их выстроить и да это у вас там на всю жизнь вот как я со своей женой с нынешней да с которой мы недавно 20 20 лет официального брака прожили да и 21 год мы мы прожили не официально вот и один год до этого я посвятил полностью тому чтобы чтобы она стала моей женой то есть это было моим единственным на тот момент приоритетом да то есть моей задачей было измениться стать таким чтобы это я четко понял в какой-то момент до что это вот та женщина которая должна быть моей для того чтобы это произошло мне нужно очень очень многое в своей жизни изменить а вот я это сделал в итоге и один раз и навсегда да эту женщину что называется завоевал дальше карьера да и вы можете оказаться в такой ситуации когда от вашей интенсивной работы в течение нескольких месяцев может зависеть вся ваша вообще все что вы делаете да и в этом случае конечно надо отодвигать вообще все в сторону да и заниматься только карьер да если например у вас проблемы со здоровьем какие-то в этом случае надо ставить да если серьезные проблемы со здоровьем вполне может быть что надо вообще все ставить деньги ставить на паузу творчество ставить на паузу и заниматься только здоровье если вы например будучи больным пытаетесь что-то там судорожно писать до пытаетесь судорожно карьеру делать да вы можете этим себя просто убить вот поэтому к колесу баланса нужно относиться очень разумно да и не не оно не должно быть самоценностью и самоцелью и в некоторых случаях какие-то области вашей жизни могут выходить на передний план и вы можете полностью игнорировать все остальное то есть у вас например карьера 10 даже не 10 а да по десятибалльной шкале 50 да то есть вы больше чем вы можете вкладывайте в карьеру или здоровье например когда там скажем инвалидность маячит на этом самом на горизонте да и вот надо что-то надо с этим делать да вы все остальное обнуляйте вас по всем остальным сегментом 0 а здесь у вас 50 и за счет этого вы выходите и потом дальше можете каким-то образом это все дело стабилизировать насколько это понятно насколько это понятно 41 семейной жизни 21 год у нас семейной жизни так это связано с многозадачностью когда везде и нигде сейчас мы об этом чуть-чуть поговорим о многозадачности вы не любите пролетариат а почему я должен любить пролетариат вы вы не любите кирпичи кости ты странный какой-то вопрос задаешь что касается приоритета я все время вспоминаю одну историю у меня был приятель его звали дима кузьми я писал про него пост как-то может быть кто-то из вас его помнит мы с ним очень очень сильно дружили у нас дружба началась с того что я стоял в курилке вот и зашел чувак такой длинноволосый и я не помню сейчас уже что конкретно он какой-то цитату из бродского сказал вот причем что-то там чуть ли не там не выходи из комнаты не вот что-то такое абсолютно на поверхности да или плывет в тоске не объяснимый да тут что-то такое я продолжил цитату и мы поняли сразу да такое тогда это еще бродский был не не очевидный поэт не такой очевидный как сегодня вот и мы поняли да что мы люди там одной крови не вот и мы много лет дружили и у нас в общежитии общежитие на город на городском вале горвал 26 легендарное общежитие педа университета вологодского там два таких здания пятиэтажных углами сцепленных и вот как раз в этом углу сцепленным там были комнаты где люди играли в теннис пинг-понг вот и я не знаю почему так получилось но я все время у димы выигрывал хотя никогда особо этой игрой не увлекался и дима это очень сильно увлеку обижала и он однажды вечером он сказал я у тебя выиграю все я ставлю целью стать лучшим игроком общежития пинг-понг и он играл круглые сутки то есть он играл партию партии что такое партия партии партия играется до 21 очка вот и он играл двадцать одну партию то есть 21 партии каждая до 21 очка а вот и через какое-то время он начал ну не со мной а с разными с другими игроками ночами играл да то есть вот все он оттуда просто не вылезал вот я так на это все посмотрел в какой-то момент сначала я продолжал выигрывать потом мы стали играть наравне потом он начал у меня выиграть потом он начал выигрывать меня в сухую 60 вот я так пожал плечами ну ладно окей пошел сдавать сессию я в итоге сдал сессию а он стал лучшим игроком общежития из института его выгнали вот он начал увлекся курением травки после этого и через какое-то время он задолжал стакана ноши и за этот стакана ноши его по повесили подъезд он погиб уже много лет назад вот я все время это вспоминаю да то есть человек который поставил неверный приоритет да то есть в тот момент для меня при я понял что для меня важным приоритетом является сдать сессию соответственно я все вычеркнул из своей жизни да все кроме сессии и в течение там нескольких недель сдал сессию и смог учиться дальше да он приоритетом решил поставить игру в теннис ну в итоге как бы куда его это привело вот очень часто мы вот эти приоритеты ставим неверно то есть мы выбираем какой-то вид деятельности который нас не может привести к результату то есть понятно что на самом деле в других обстоятельствах вполне может быть вот эта игра в теннис да она привела бы его к очень большому успеху да то есть если бы он на самом например стал бы профессиональным спортсменом но ситуация не то есть то тот вид деятельности той жизненной ситуации начала 90-х годов не соответствовал и в итоге не оценив вот этот не соотнеся свою деятельность с окружающим контекстом до человек разрушил свою жизнь так вот когда это колесо баланса и соблюдение этого колеса баланса имеет смысл сейчас очень важная мысль да потому что это не значит что это вообще плохой инструмент и не надо его не надо о балансе вообще дум если мир стабилен и если ваше положение в мире стабильно да то есть например ну скажем если мы оглянемся назад да и посмотрим скажем на десятилетие ну примерно с 2004 года по 2014 до наша страна существовала очень стабильно до было очень мало каких-то перемен ничего такого особо интересного не происходило да и вот если мир стабилен и ваше положение в мире стабильно и в это время очень хорошо себя чувствовали люди которые имели какое-то четкое место главный редактор где-то да и сидишь и как бы и все у тебя хорошо мир не меняется но и ты не никогда не потеряешь то что у тебя есть поздние советские годы тоже со да там примерно лет 15 последних до ничего не меня мир был стабилен и положение людей в мире тоже было стабильно да то есть ты устраиваешься на работу и ты знаешь что ты тебя никто не уволит тебя никто не подсидит ты как сидишь так и будешь сидеть и вот в этом случае тогда конечно можно вот этот это колесо баланса да можно там стараться его соблюдать и каким-то образом прокачивать но даже здесь даже в этом случае я считаю что какие-то отдельные то есть как работать с колесом баланса да можно пройти по этому колесу и отдельные какие-то направления можно закрыть раз и навсегда чтобы больше к ним никогда не возвращаться да то есть условно говоря до здоровья один раз сделали check-up до пролечили все что надо вылечить до вылечили все хронические заболевания вылечили зубы да то есть у меня когда я я во первых курил много лет да и когда я приехал в москву у меня были две золотые коронки здесь по бокам у меня были реально просто золотые зубы как которые если я улыбался они были видны вот и одна из первых вещей которые я сделал приехал приехать в москву я заплатил достаточно большие деньги несколько месяцев сделал себе полностью зубы да вот сделал и все эта тема закрыта дальше там раз в год приходишь к стоматологу проверяешь и там делаешь какие-то вещи то есть один раз сделал один раз провел check-up всего организма до пролечил всю всю хронь да и дальше достаточно раз в год поддерживать до делать проверку плюс следишь за питанием следишь за физической активностью какой-то какой-то и не надо этим заниматься вообще то есть в эту сторону вообще не надо смотреть до семья один раз ее организовал один раз установил правила отношений да то есть наладил семейные семейные вот это государство наладил да все больше тебе не надо туда даже заглядывать да скажем деньги то же самое очень часто создал запас выплатил долги организовал потоки денег и все и я знаю людей которые там позанимавшись несколько лет своим финансовым положением после этого больше туда даже не заглядывать да то есть есть какие-то инвестиции есть какие-то доходы до стабильные есть консервативные инструменты сохранения денег до максимально консервативные чтобы не остаться без денег и все и дальше человек например оставшуюся там половину жизни занимается творчество до решив все финансовые проблемы отдых то же самое стабилизировал график ежедневный стабилизировал недельный график стабилизировал годовой график до распределил там сколько раз в год ты отдыхаешь где как все и больше этим не занимаешься друзья то же самое да нет задачи всю жизнь заводить да я всегда так иронично к этому отношусь никогда не ешьте в одиночку зачем но нет такой задачи непременно постоянно обзаводиться новыми друзьями если есть достаточное количество общения увеличивать это количество общения вовсе не надо да то же самое творчество путешествие саморазвитие так далее так далее да и например стабилизировали и если есть какое-то какая-то область в которой вы хотите достичь более значимых результатов то вы вполне можете ими заниматься то есть один раз пройти по всему колесу баланса решить все вопросы их можно там за год решить закрыть в некоторых случаях да например там с финансами это может занять может больше времени со здоровьем может занять время да но скажем лучше пройти это и закрыть последовательно все темы чем все время бежать во все стороны сразу же насколько понятна эта мысль то что по очереди закрывать те области где у вас есть какие-то проблемы или если что-то непонятно то задайте вопросы что сейчас стабильно в вашем мире сейчас поговорим об этом да когда влюбляешься становится не до всего остального вот кстати очень хороший пример почему потому что действительно любовь это когда вы не управляете собой вот и в этом случае но очень странно требовать от раме от ромео соблюдение колеса баланса до роман ты должен учиться а ты вообще не ты вообще ничего не видишь ничего не соображаешь на вот поэтому ты просто как молодость когда особенно да ты просто как пушка на палубе и да поэтому тут какой там баланс может быть хорошо идем дальше если мир нестабилен периодически мир становится нестабилен во первых нестабильность не продолжается бесконечно любая нестабильность сейчас она там три года продолжается уже до начиная с пандемии но рано или поздно она закончится да она может быть будет продолжаться пять лет или семь лет но так или иначе наступит какая-нибудь какая-никакая стабилизация да когда начался кризис 2008 года например да я думаю что все просто какой-то пипец то есть было ощущение что рушится вообще все прошло полгода все стабилизировалось все стало нормально вообще не ничего не оказалось что это чисто какая-то такая вещь да которая которая нас там практически не затронуло то есть если вы хотите получить сверх результаты да во первых если мир нестабилен вполне может оказаться так что просто для того чтобы вы сохранили то что у вас есть вам нужно изо всех сил делать что то что вы раньше не делали просто для того чтобы сохранить допустим там не знаю уровень доходов или качество жизни которые у вас есть до очень часто там каким-то неправильными действиями человек доделает какое-то действие да то есть в мире кажется что все там валится рушится да вот человек делает какое-то действие которое усугубляет все его сложности дай сам себе сам себе создает там дополнительные геморрои вот и в итоге там то что можно было пройти относительно легко человек проходит с максимально максимально сложный квест себе устраивает скажите а бывало у вас такое что в момент нестабильности до или видимой нестабильности вы делали что-то что еще больше усугубляла усугубляла ваши проблемы по историческим циклам это зима период разрушения длится примерно 20 лет ребят давайте мы в эту сторону не пойдем потому что я вам приведу там еще 30 циклов которые 30 разных видов циклов которые назову совсем другие цифры да есть трехлетний цикл и семилетний цикл есть 11-летний цикл и и так далее и так далее то есть мы никуда не придем поэтому если будем просто перечислять какие эти самые какие циклы где были да и в конце концов обнаружим себя сопоставляющими циклы событий происходящих на земле с циклами движения планет а мне бы не хотелось чтобы мы с вами пришли к этому вот эльвира пишет инстинкт самосохранения видимо сильный как-то выводить вывозила в нужное место с профицитом вот очень бывает так очень часто бывает так что человек в нестабильном мире еще сам себе создает какой-то геморрой сам усугубляет свои проблемы но важно понимать что если вы делаете обычные действия вы получаете обычные результаты для того чтобы получить необычные результаты сверх результаты которые отличаются от результатов обычных людей вам нужно делать какие-то сверх действия и в этом случае баланс не может быть вашей целью не может быть вашей ценностью и за счет чего вы делаете это сверх действие за счет того что вы обнуляете все остальные направления да то есть вы допустим отказываетесь делать карьеру скажем да для того чтобы заниматься творчеством вы например там минимизируете семейное какое-то общение да то есть семья вас не видит вы там с утра до вечера в мастерской своей торчите да вы пренебрегаете своим здоровьем а то есть вы все ставите на кон в одной в одном каком-то проекте да то есть лазерный фокус на на чем-то ну и в итоге да если вы там добиваетесь успеха получаете какой-то результат дальше после этого у вас все остальные ваши да как как вода начинает протекать через рухнувшие переборки да и начинает заполнять тоже все остальное то есть если например работали над каким-то творческим проектом но я говорю о творчестве почему потому что мы с вами вообще о творчестве говори да то есть я все что я делаю я делаю о творчестве поэтому творчество для меня является безусловно максимальным приоритетом если я занимался отношениями я бы наверно говорил самое главное это отношение а творчество это ерунда и потом вы начинаете до через какое-то время когда у вас там все получилось или наоборот рассыпался развалился проект можно больше внимания остальных уделять то есть я советую делать таким образом я советую время от времени до регулярность она у каждого своя делать выброс в направлении которые для вас приоритет например когда я запустил мастерскую в четырнадцатом году до для меня абсолютным приоритетом стал бизнес потому что я вдруг обнаружил что во первых я ничего в этом не понимаю а это бизнес а должен понимать я там за год прошел кучу тренингов все возможные тренинги по бизнесу прочитал кучу книг по бизнесу да и когда я говорю кучу да это значит там 700 книг я за год прочитал по бизнесу да то есть цель была 500 прочитал в итоге 700 на вот и это прям очень очень интенсивная проработка одной конкретной тем после того как там нужные мне результаты были получены я там переключился на другие какие-то вещи то есть любое творчество на это время было поставлено на паузу то есть я писал естественно да но я писал не творческие проекты описал продающие письма многие из этих продающих писем вы читаете до сих пор на пиаль все они написаны там тогда в четырнадцатом году то есть вы можете получить сверх результаты только время от времени делая выброс в приоритетном для вас направлении постоянно держать такой вот рок направленный куда-то да допустим там у меня творчество вот она вот там плюс 50 да все остальное по нулю постоянно это сложно держать она у вас неизбежно да как вырастет так и отвалится от растет вот но время от времени делать такой выброс можно периодичность тоже здесь у каждого своя то есть здесь индивидуально надо смотреть кто-то раз в десять лет делает такой выброс кто-то делает как режиссер который там раз в десять лет снимают по фильме или драматург который там раз в пять лет пишет пьесу или там уберта например да он писал роман раз в восемь лет вот насколько понятна эта мысль то есть вы не постоянно долбите да а вы готовите выброс да и делайте этот интенсивный выброс так как отключается иногда критическое мышление в период нестабильности да но отключается чаще всего из-за чего из-за того что угрозы какие-то появляются до неадекватные которые вы неадекватно оцениваете вот и соответственно если например у вас не там не прикрыты ты вы да то и нет там 10 запасных вариантов случае как действовать случае чего в этом случае до критическое мышление отключается как момент удачи везения хороший вопрос да то есть но на мой взгляд удача что такое удача до удачи это очень часто внимание это управление вниманием да то есть когда вы подготовлены к тому что чтобы вам удача улыбнулась да вот чем мы занимаемся с вами почему мы я запустил вот этот проект подарки вселенной да вот это как раз прокачивание удачи то есть мы повышаем нашу готовность к подарку да вот удача это это и на самом деле мы меняем не только свое внимание свой фокус внимания да то есть что такое удача это шел по улице услышал разговор какой-то тут же включился в этот разговор и заключил сделку на миллион у меня такое было вот я но сейчас пока рано говорить я надеюсь что мы запустим проект но вот у меня было прям буквально перед новым годом да то есть мы там случайно встретились с человеком разговаривали о каких-то вещах до внезапно выяснилось что у нас общие интересы по одному вопросу и вот мы уже там надеюсь уже завтра там делаем первую встречу и надеюсь что после праздников сразу же запустим совместный проект что это удача удача да то что мы с ним встретились это удача да а то что я готов был к этому подарку и он был готов к этому подарку да то есть мы его оба приняли да но опять же тем не менее да моя жизнь была организована таким образом для того чтобы притянуть в мою сферу внимание притянуть этого человека с этим конкретным проектом да то есть я делал целенаправленные усилия для того чтобы такие люди появлялись в моей орбите вот поэтому удачу удача эта штука научная ее можно планировать и готовить до билона пишет письмо про королеву летчика из рассылки у меня в любимых да она периодически раз там в пару лет рассылается что происходит между выбросами очень хороший вопрос да то есть выброс мы все обнуляем здесь в колесо баланса мы все обнуляем все вкладываем выброс между выбросами мы можем снова расширяться в это колесо да то есть мы снова можем здоровьем заниматься семьей хобби и так далее так далее да то есть мы начинаем расслабляться то есть это такое дыхание сконцентрировались сделали выброс расслабились снова расширились да то есть и вот в этом в этом случае можно так а что у меня с колесом баланса а вот здоровье что-то у меня тут зубы начали болеть схожу-ка я зубы починить да но в момент концентрации мы на колесо не оглядывается погружение в предмет да можно и так сказать да когда например там мы учим например какую-то тему да мы учим ее темой полного погружения когда мы полностью там скажем язык учим да мы разговариваем только на этом языке пишем только на этом языке читаем только на этом языке полная концентрации удача и успех в чем различие дрова и цветы в чем различие но это посмотрите значение термин того и другого значение термина удача и значение термина успех да то есть успех является результатом действий человека удача до является сочетанием обстоятельств создающих максимально благоприятную ситуацию для осуществления того или иного действия да то есть удача связана с окружающей обстановкой успех связан с тем что делает человек дарать персона и драйд драйд момент и драйд place и вот это да естественно вы отвечаете за свою часть до ваша часть быть нужным человеком а вселенная отвечает за то чтобы вы нужный человек оказались в нужное время в нужном месте вот за это отвечает вселенная и опять же ей тоже можно помочь да если с ней сонастроиться вот этим это мы делаем вот этим нашим проектом подарки подарки вселенной мне очень нравится как как он расходится и я надеюсь что да вот эти эта волна она постепенно начнет на масштабе что-то менять интересно интересно было бы это увидеть так судьбы это характер плюс обстоятельства характером можно изменить обстоятельства можно создать да я согласен с этим я очень люблю приключения майора звягина велера и это одна из тех книг которые очень сильно на меня повлияли где он собственно это описывает да что можно сделать так чтобы девушка влюбилась в юношу да можно сделать так не ведут невезучего человека везучего превратить не талантливого в талантливого да то есть я во все это можно это сделать целенаправленные действия так есть ли какие-то соотношения временных энергетических затрат периодов выброса расслабления надо смотреть индивидуально там в зависимости от проекта как выглядит выброс в системе писать норму каждый день хороший вопрос смотрите по поводу писать норму каждый день до разные тексты как я уже говорил день пишется по-разному да то есть если вы пишете пьесу да вы пишете один текст в год например то естественно драматурги не пишут каждый день да они пьесу пишут раз в год сценаристы да тоже очень часто идет осмысление подготовка ресерч и так далее и так далее да и сам тело текста пишется там несколько за несколько дней то есть мы вот сценарий полнометражного фильма который мы будем писать до следующий курс мы половину курса готовим текст а сам текст мы пишем 4 занятия 4 недели концентрированное действие но как это выглядит я считаю что нужно навык письма да то есть если ты в момент когда ты не пишешь свой главный текст да если ты пишешь концентрированный текст да то есть там и а поэт вообще он может несколько лет не писать а потом сесть и одно стихотворение написать да то есть вот не сидеть пассивно описать что-то другое да то есть блог писать дневник писать да то есть все равно должен быть должно быть прохождение текста через голову на бумагу да вот тренировать все время тренировать этот навык до для того чтобы рука при мне не разучалась писать поэтому если вы пишете например прозу да вы просто пишете каждый день а вот если вы пишете вот такие концентрированные тексты то надо писать значит что-то другое но писать надо каждый день обязательно я пишу каждый день хоть что-то так как интересно идем от темы к теме после вчерашнего занять задание поняла что мне нужно держать внимание на одной из сфер жизни это не случайно мы идем от темы к теме так как сохранить результат после выброса и переключения на другую сферу за счет окружении то есть мы сохраняем результат дату если вы вышли например на какую-то ту самую но об этом у нас вот те кто проходят год денег у нас будет обязательно будет урок об окружении да то есть когда вы выскакиваете на какой-то другой уровень сохранить результаты вы можете только за счет вашего окружения за счет того какие книги вы читаете за счет того какой деятельностью вы занимаетесь за счет того с какими людьми вы общаетесь да а вот только за счет этого можно сохранить результат посты в соцсети тоже тренировка навыка да конечно естественно это тренировка навыка здесь единственное что надо с этим осторожнее почему потому что при постах в соцсетях когда вы пишете после сетях вы получаете быструю обратную связь и если вы пишете основной текст которым долгий путь до обратной связи да допустим там пьесу написал и и там но у меня был случай когда я утром написал пьесу вечером и и уже читали в те уже была читка вот там быстро все а например когда вы пишете роман от романа до обратной связи от читателей у вас может пройти пара лет да и даже больше вот поэтому а пост соцсети написал все обновил уже у вас пять комментариев да и три лайка да то есть быстро-быстрая обратная связь и к сожалению это расхолаживает то есть мы привыкаем к вот это дофаминовая петля до быстрое получение вознаграждения до гораздо проще пишущему человеку написать пост соцсети чем написать такого же объема текст в своей книге так посоветуйте что делать если уже привыкла что с идеей надо переспать если надо писать срочно то встает ступор как ручной тормоз мы с вами вчера о чем говорили но мы вчера с вами говорили о стадиях творческого проекта да значит не надо писать срочно ну значит надо организовать свою то есть вообще писать срочно да это ваш организационный процесс да то есть то что вам срочно надо писать вы должны организовать свою жизнь и работу таким образом что вы срочно ничего не писали потому что срочно сразу же возникает стресс стресс убивает состояние потока да то есть и в сценарном мастерстве тоже очень часто в сценарной работе там кто-нибудь говорит а что делать если мне нужно срочно написать серию к завтрашнему и у меня вопрос извини дорогой друг ты идиот ну как так получилось что тебе к завтрашнему дню надо написать серию ну сколько нужно времени чтобы написать серию ну нужно допустим неделя на то чтобы написать по эпизоду да то есть там сначала написать синопсис придумать набросать иди потом написать по эпизодник потом нужно там 5-6 дней на то чтобы написать диалог да то есть две недели нужно чтобы написать по эпизоду соответственно если вы это знаете то вы просто не соглашаетесь писать серию меньше чем за две недели то есть все вот помните я вчера говорила правило до одно из правил это адекватная оценка времени то есть если у меня нет двух недель на написание серии это значит что я на такой проект не соглашаюсь но вы же меня заказчиком что мне свяжет и заставит подписать договор нет же потому что я точно знаю что если я заключу неадекватный временной договор у меня будут проблемы я этого не делаю потому что я не хочу чтобы у меня были проблемы дальше как написать сценарий вовремя нужно вовремя написать синопсис вовремя написать по эпизодник и вовремя написать диалоги да то есть если у вас не две недели да допустим первый первые два дня написали синопсис до написали прикинули все поняли что в серии согласовали например заказчиком дальше начинаете писать причем опять же если например там что-то надо согласовывать заказчиком сразу же договариваемся до что время отсчитывается с момента утверждения да то есть если например вы у нас договорились что две недели на серию да то значит у вас есть день на утверждение синопсиса если вы скажем я вам отправил синопсис и вы две недели просидели утверждали мой синопсис это значит что мы еще две недели прибавляем я буду дальше работать до с того момента когда получу от вас поправки замечаний вот дальше написали по эпизодник да если надо то утвердили и дальше с этим по эпизодникам садитесь и начинаете писать то есть у вас проблемы могут возникнуть только в том случае если вы две недели пенали сами знаете что груши околачивали да а потом вдруг в последний день обнаружилось что вам надо серию написать я попадал в такие ситуации в самом начале своей карьеры и понял что как я вам говорил уже у меня я однажды две серии написал за деньги монет было интересно физические возможности свои измерить оказалось что они довольно довольно мощные больше я этим не занимаюсь поэтому катерина пишет чтобы организовать все дофаминовую петлю выкладываю небольшие отрывки в соцсети прямо маленькие получаю реакции тогда общий текст получается быстрее это легче хорошая на самом деле хорошая штука но здесь смотрите здесь очень важно чтобы у вас была поддерживающая аудитория и в этом случае надо прямо им говорить ребята критика ваша нахер не нужна но мне нужны лайки мне нужны восторги просто на этой стадии меня просто хвалите никакие не замечание не опечатки ничего исправлять не надо только хвалить вот если у вас хорошо настроенная к вам аудитория то они это поддержат вот и вы себя подпитываете да под заряжаете вот у нас в мастерской именно поэтому кстати говоря у нас запрещено критиковать работы друг друга то есть у нас можно только я могу критиковать работы только я даю замечание да все остальные у всех остальных задача находить то что нравится да то есть остальные участники могут сказать мне нравится диалоги здесь например мне нравится вот эта сцена но не могут сказать им запрещено друг друга ругать ругать имею право только я вот и это во первых это создает соответствующую атмосферу безопасности да то есть люди знают что их не пока не заругают при этом они знают что нет ни одно замечание от моего зоркого взгляда да ни одна ошибка не уйдет да я все угляжу и скажу да и при этом они сами перенастраиваются на то чтобы видеть достоинство в тексте да то есть они не ошибки друг у друга выглядят видит о как тут классно сделано да и они и в своем тексте тоже начинают видеть то что лучше и вот вот здесь то же самое поэтому я например советую осторожно относиться к сервисам типа автор тудей и ридера и так далее да где люди очень часто критикуют выложенные тексты да то есть ты пишешь текст выложил текст получил какое замечание тебя все все руки упали ничего не хочется написать ничего не хочется делать поэтому от этого надо себя оберегать от критики в процессе создания текста поэтому так и теперь друзья самая самая такая тяжело воспринимаемая вещь но которую мне кажется творческий человек должен про себя понимать вот этот баланс можно удерживать за счет других людей и я вам уже несколько говорил несколько тем таких поднимал которых ну скажем так с точки зрения общества то как ведет себя творческий человек можно оценивать ну скажем так не одна неоднозначный да как я например считаю что творческий человек вполне может работать на работе на которую ничего не делает да и получает зарплату для чего для того чтобы писать текст именно потому что человек творческий ценности миру дает гораздо больше чем любое общество дает человеку и это же самое касается окружение как это работает расскажу небольшую историю у меня на родине всем же была одна знакома который был дом в хорошем месте там в центре поселка вот и во дворе этого дома росли очень большие красивые деревья сосны он сосны вот и мне очень нравилась вот эта идея то что прямо во дворе у тебя растут сосны и между ними такие сарайки стояли и очень классно было когда мы маленькие ребята еще были с ее сыном залезали на эти на крыше этих сараек и было супер вообще лежишь на крыше сарайки а вверху вот эти деревья сосны вот лес прямо у тебя во дворе вот естественно там гамаки качели на этих соснах было да то есть они использовались в этой детской инфраструктуре там всяческим образом и шишками мы кидались там все на свете мне это очень нравится но она все время жаловалась что вот эти деревья эти сосны они высасывают все соки из земли и там у нее рядом огород и на этом огороде вообще ничего не росло то есть там были такие чахлые какие-то огурцы какие-то чахлые помидоры и вот в один прекрасный момент она наняла каких-то мужиков которые пришли и спилили все эти сосны и у нее дом двор такой стал голый прям неприятно даже ходить было мимо него смотришь я-то помню как как здесь классно было да и все голый этот самый но зато все во дворе все вся картошка колосится так вот вот тоже самое делает творческий человек со своим окружением то есть если в семье есть творческий человек и он действительно очень как бы у него там хорошо идет и хорошо получается я считаю что остальные члены семьи должны пожертвовать собой ради этого человека да то есть это нормальная ситуация когда например жена писатель и муж да полностью выстраивает вокруг нее всю инфраструктуру своей жизни то есть он зарабатывает деньги он занимается детьми да то есть он делает все она сидит и пишет я знаю такие семьи ну и наоборот муж например занимается чем-то одним не знаю карьерой например да он делает карьеру он илон маск а жена все делает вокруг него да то есть все вокруг него крутится и соответственно да и это нормальная сделка более того если этого не происходит то есть не создать если это не происходит сознательно да это происходит бессознательно то есть такой человек творческий особенно если это масштабное дарование, если это Лев Толстой. Софья Андреевна, она вообще-то была писательницей. И писательница очень неплохой. И в других обстоятельствах она вполне могла бы стать автором уровня ну, если не Тургенина, то какого-нибудь горшина так уж точно. Но когда ты у тебя такой огромный дуб растет посреди твоего участка, он высасывает все соки из земли. И рядом ничего не растет. Рядом ничего не родится. И вы можете с этим бороться, можете что-то с этим делать, да, но вы ничего с этим не сделаете. Творческий человек посреди семьи будет высасывать всю семью. И семья либо может это признать и позволять это делать, либо пытаться бороться и как бы просто всем будет плохо. я вам больше скажу, что это работает даже на масштабе страны. Если страна не очень большая, да, то есть понятно, что там Россия, скажем, Российская империя вполне могла прокормить материалом и энергией Толстого. Но, например, если небольшая страна, да, как, например, Швеция, и когда там был Бергман, я читал, да, его очень, в Швеции его очень любили. У него был частный самолет у режиссера, да, у него был свой остров в Фарео. Он оставил после себя состояние в долларах, если перечислить доллары, около 7 миллионов долларов. Что для режиссера, который снимает арт-хаус, в общем, очень неплохо. Вот. Но он, я слышал отзывы людей творческих и читал отзывы творческих людей, которые писали, что он высосал все, он высосал всю страну, да, то есть он не позволял рядом с собой, пока существовал Бергман, рядом с ним не мог существовать ни один шведский режиссер. Он просто не мог развиться, да, у него не было возможности. Все шло туда, все шло в Бергман. И это касается и ресурсов финансовых, да, это касается и творческих ресурсов, и это касается, ну, вот, что называется какой-то вот этой вот психической энергии, внимания людского и так далее, и так далее, да, то есть рядом с ним никто не мог развиться. Иногда бывают в этом смысле любопытные случаи, которые прямо вот очень характерны. Я очень люблю Кислявского. У него есть замечательный фильм, который тоже я очень люблю, который называется Деколог. И вот изначально там 10, это телевизионный проект, там 10 часовых новелл. я его много раз пересматривал, они все очень разные и очень круто сделаны. И вот вместе с Песевич, Песевич это сценарист Кислявского, изначально они придумали следующий проект, что они вместе напишут вот этот сценарий, этого Деколога, и этот фильм снимут 10 молодых режиссеров. То есть планировалось, что 10 режиссеров дебютируют на этом Декологе. Вот. Это, я не помню сейчас точно какой-то год, но мне кажется, смутно кажется, что это там 92-й. То есть это там киноиндустрия восточной Европы фактически уничтожен. Да, то есть там ничего не снимается. Вот. Только что рухнул железный занавес и там развал полный. И представьте себе, что бы это было. 10 режиссеров дебютировали бы сразу на таком мощном проекте. Да, и они могли бы дальше работать. Они получили бы опыт, они получили бы толчок, получили бы заказы. Да, и это была бы другая совершенно индустрия. Однозначно лучше, та индустрия, которой является польский кинематограф сегодня. Да, то есть все то же самое, плюс еще 10 режиссеров. Молодых, крутых, талантливых. Вот. И постепенно он начал выдавливать этих авторов из этого проекта. Да, то есть сказал, что сам сначала три фильма снимет, потом пять. В итоге снял полностью все 10 фильмов как режиссер. Получился шедевр. то есть получилось действительно очень крутое кино. То есть с точки зрения своего творчества он все сделал правильно. Потому что инстинкт творца это творить. И он почувствовал, что он снимет лучше. И он снял конечно же лучше. То есть если бы они сняли Диколог, это было бы хуже кино. Просто они следующие фильмы сняли бы лучше. И получилось так, что одним проектом один великий режиссер уничтожил карьеру 10 молодых сценаристов. Потому что мы понимаем, что для этих авторов, которые были отобраны уже, которые все на мази, для них это стало огромным ударом. От которого многие из них не оправились. То есть даже на уровне таких поступков. Но на самом деле здесь дело даже не в конкретных поступках. Дело в том, что пишущий человек как дуб вытягивает все соки вокруг себя. Все идет в творчество. При этом возможно сейчас я попробую фокус ваш сместить, потому что может показаться, что я творческого человека демонизирую. Я действительно много думал об этой истории с Кислявским. И очень сложно сказать правильный это поступок или нет. На каких весах это взвешивает. человек снял шедевр. Шедевр на все времена. Это кино, которое останется. Ценой десяти художников. А что если они сняли бы как это считать? Как это считать? Выбор Софи. Не дай Бог перед таким выбором оказаться. Чтобы вы не думали, что я творческих людей демонизирую, смотрите, дело в том, что пишущий человек это не очень здоровое существо. Вот у меня первая жена, когда была беременная, она мне как-то сказала в один какой-то момент, что я хочу жареного мороженого. да, то есть вот я понимаю, что человек не вполне адекватен просто в силу своего физического состояния, то есть в ней растет жизнь, и эта жизнь она ее меняет на физическом уровне. И вот точно так же, как беременность меняет женщину на чисто физическом уровне, вот творчество на чисто физическом уровне меняет творца. То есть представьте, что человек пишущий, да, это такой непрерывно беременный человек, который каждый день рожает с кровью и с болью. Вот. И поэтому он не вполне адекватен. Ему надо, чтобы его окружающие не жаловались, что ой, ты всю мою молодость искалечил, да, потому что он свою молодость тоже искалечил. У него вся жизнь уходит туда, у него жизни нет, у в текст, или все уходит в картины, которые он пишет, или в музыку, да, и он адекватно оценивать реальность не может. И все окружающие, долг всех окружающих, ходить вокруг него на цыпочках, наливать ему горячего чаю, да, и гладить по плечу, и говорить, все, ты поправишься, все будет хорошо. Вот, то есть к пишущим людям, если рядом с вами есть творческий человек, да, к ним надо относиться очень осторожно, да, как к больным. Вот, в свое время мне очень понравилось, когда я прочитал, что в православии разрешается не соблюдать пост больным беременным и странникам. Вот, пишущий человек, это такой человек, который по жизни больной, беременный и странник, да, то есть он одновременно больной, он одновременно постоянно беременный, постоянно рожающий, он постоянный странник всегда, то есть потому что он всегда в чужом мире, он всегда в путешествии каком-то. Насколько понятна эта мысль? Или если она непонятна, то задайте вопросы. Так, а если в семье два творческих человека? Так скажу, очень сложно, как сложно. Ну, мне неизвестны случаи успешных таких тандемов, когда люди занимаются каждой своими проектами, да, единственное, что если они каждый организовали себе отдельные группы поддержки, да, то есть это фактически такие два семейных отдельных коллектива, в которых одна часть семьи обслуживает одного человека, другая часть семьи обслуживает другого человека, либо там еще какие-то варианты взаимодействия, либо когда один человек время от времени делает какие-то проекты, то есть они по времени разводят свои проекты, а так, чтобы одновременно существовали два человека, которые полноценно интенсивно работают творчески и при этом друг с другом взаимодействуют, то такие тандемы мне неизвестны, да, и чаще всего в них всегда есть какое-то дополнительное звено, которое нам не видно, да, например, если мы посмотрим на союз Гиппиус и Мережковского, да, мы внезапно, если присмотримся, да, увидим там некого философа, вот, который помогал им вот этот баланс соблюдать. Так, у нас вся семья творческих людей, кто кем должен держать? Решите сами для себя, но я, можно я не буду принимать за вас эти решения? Так, если у творческого человека не очень хорошо получается или вообще не получается, это отдельная тема, да, есть ли у человека прогресс, да, то есть, если есть прогресс, то надо найти способ отслеживать прогресс. То есть, если, например, текст получается лучше, но там известности пока нет, то можно подождать. А вот, писательство это вообще не быстрая вещь. если оба писателя. Еще раз, ребят, мне такие случаи неизвестны, да, успешных проект, успешных семей, в которых два человека одинаково интенсивно занимаются творчеством, да, и у них все в порядке с отношением. Единственное, что если люди, например, являются одним автором, да, то есть, когда они все вместе занимаются, там, не знаю, Диченки, например, были, муж умер, царство небесное светлое место, да, но они были одним автором, да, то есть, это один человек, одна личность, два человека, но одна личность творческая, да, либо, если выстроена сепарация друг от друга, да, то есть, когда они фактически не взаимодействуют на энергетическом уровне, да, как у Саркроса с его женой, да, они там по факту взаимодействия нет, да, то есть, то, что они жили вместе, да, это ничего не значит, они были, они научились защищаться друг от друга от этих влияний, да, то есть, может, такая ситуация может быть, то есть, важно, смотрите, опять же, чтобы вы не понимали, это как файтинг такой, да, и призыв к файтингу, а давайте, мы устроим, короче, бойню, и кто, кто выиграет, того карьера и будем заниматься, ну, вовсе, вовсе не об этом речь, речь о том, что вы не будете эффективны, если вы это не понимаете, представила жену Илона Маска моющую полы, поверьте мне, Илон Маск полы не моет, да, то есть, ну, я уверен в том, что Илон Маск даже не знает, где у него в доме находится тряпка для мытья полов, вот, занимается ли этим жена, занимается ли этим домработница, понятия не имею, но я думаю, что Маск этим совершенно точно не занимается, да, то есть, скорее всего, там есть некий штат сотрудников, которые этим занимаются, да, а с этим руководителем, у них есть руководитель, и вот с руководителем этих сотрудников я уверен, что взаимодействует не Маск, а его жена. Да, два творческих человека редко уживаются вместе, кто-то либо загибается, либо уходит, либо осознанно уступает, да, совершенно верно, либо кто-то уступает, да, и, например, сознательно решает свою карьеру притушить для того, чтобы другой участник прошел вперед. Я Лев Толстой, мне нужна жена писателя, потому что мужа писателю не вдруг найдешь, дураков таких мало. Вы все пишете совершенно правильно, да, то есть, здесь никакие гендерные вот эти вещи не имеют никакого значения, да, то есть, и ничего обидного в этом нет, да, то есть, если мы там, мы можем называть это жена писателя, да, и жена писателя может быть вполне мужчиной, да, то есть, писатель может быть женщиной, а жена писателя, да, назовем это так, да, она вполне может быть мужчиной и обеспечить, и мне известны такие случаи, когда писатель женщина, а жена писателя мужчина и он полностью подчинен графику жены здесь еще отдельная тема большая интересно это вдова писателя потому что задача жены писателя не только быть женой да но еще быть качественной вдовой это прям отдельно мы с драгунским как-то сидели это все обсуждали сделать курс как стать вдовой писателя курс курс вдовы писателя да то есть что делать помните маяковский он почему маяковский потому что была лиля брик потому что лиля брик написала письмо сталину да и сталин решил маяковского увековечить если бы у него не было такой вдовы как лиля да хотя она не была формально женой вот то ничего бы не было да то есть задача вдовы писателя увековечить его память открыть музей его имени переиздать собрание сочинений да то есть там тоже вполне конкретный набор действий так самое веселье начинается когда жена творческий человек а муж строит карьер да это мне кажется что сейчас это не имеет большого значения бывают ли писатели одиночки я думаю что нет я думаю что нет все равно так или иначе даже если на есть какой-то миф описать или одиночки да там условно говоря мы смотрим на кого там селинджер до селинджер одиночка он живет отшельником до начинаем разбираться выясняется что никакой он к черту не отшельник дал него был довольно обширный круг людей с которыми он общался он просто со сми не общался да но у него там было религиозное какое-то комьюнити да то есть он каждый день виделся с какими-то людьми да то есть он не просто 50 лет жил в домике в лесу а он 50 лет каждый день виделся с какими-то людьми просто это были не мы да какие-то люди его окружали поэтому все вот это вот все эти мифы о писателях одиночка да мне вот очень нравится я прям советую вам почитать книгу захара прилепина про шолохова да потому что у меня тоже было такое представление про шолохова что он жил вот в этой деревне своей станице и сидел и писал книги свои на самом деле у него фактически было писатель шолохов это был фактически министр да то есть у него в ли уровень влиятельности был уровень министра то есть он поменял за время во время самое жесткое в 30-е годы он поменял трех начальников нквд местного краевого и трех начальников область двух начальников области да то есть настолько настолько он был влиятель да и он постоянно у него там целая инфраструктура людей которые его окружали да то есть у него одна семья было человек 20 на вот поэтому да и все это все это вытягивалась вытягивалась все это в текст все в текст все в текст меня никто не понимает а вы может быть как-то неправильно объясняете да классный спич для отсеивания всех кто может не писать да это очень важно тех кто чтоб те кто нет не писали очень важно чтобы те кому кто может написать чтобы они не писали до червина плесецкая да и так далее так далее вот луцик и самаряд преображенский молодец я так посвятила себя на 20 лет своей жизни мужу авиатору болевшему небо он взял и погиб иногда такое случается так мне известен один семейный тандем в новосибирске композитор и либритист ребят вы меня не слышите да то есть вот вы приводите примеры единых проектов да то есть а муж режиссер жена актриса муж снимает актрису в каждом фильме или в театре к ставит каждому тем самым да это одна творческая единица то есть это не две творческих единицы до пахмутова и добронравов это одна творческая единица щедрин и плесец к это одна творческая единица луцик и самаряд это одна личность до хотя они не были мужем и женой да но тем не менее да этот тандем который до зорич кстати говоря то же самое муж и жена это одна это одна личность супруги диченко я выше вам об этом говорил о том что диченко он умер сейчас да но а это была одна творческая личность так не нашел эту книгу про шолохова незаконный она называется незаконный господи как этот самый захар прилепин так ладно хорошо надеюсь тема понятна теперь домашние задания это самое сложное задание которое там 50 процентов из вас провалят домашнее задание не делать ничего по тренингу то есть задача это работа в течение суток задача не писать да то есть я вас всю неделю заставлял писать каждый день а сейчас задача в течение дня в течение 24 часов не писать ничего страшного один день постоите на паузе для чего для того чтобы зафиксировать разницу между работой и не работой и это работа то есть не писать в течение этой недели для вас это работа ноутбук под запретом блокнот под запретом мысли о работе под запретом если вы пишете на ноутбуке кто откроет ноутбук штраф 100 100 приседаний в идеале если у вас есть возможность на сутки отключить телефон на сутки выключиться из соцсетей до вариант light отключить на сутки звук у телефона и не отвечать на звонки немедленно а перезвание через какое-то время у меня нет у меня например у меня на телефоне всегда звук всегда отключен я включаю только если там конкретного звонка жду и есть такой сервис где контакты разных знаменитостей я не помню как он называется и вот как-то я зашел найти там какой-то контакт и значит я мне стало любопытно мой мои мой телефон там есть и значит я нашел свой свои контакты и там комментарий никогда не берет трубку то есть мне периодически тоже кто-нибудь звонит да я трубку никогда не беру так и дальше заранее продумайте что вы будете делать да то есть для себя решите что вы будете делать в течение 24 часов если вы не пишете я советую поменять деятельность какой то да то есть если вы сидите дома то выйдите куда-то выйдите на улицу если вы работаете на улице то наоборот целый день посидите дома то есть сделать что-то необычное вот ну и как обычно делаем подарок вселенной принимаем подарок от вселенной тут все традиционно и домашнее задание будет написать завтра с утра как прошел ваш выходной и теперь мы переходим переходим на этот самый можно ли читать выбранную книгу если вы спрашиваете то нельзя и завтра мы об этом поговорим так переходим на хардкор задание выбрать один какой-нибудь цвет любой цвет напишите вот прямо сейчас напишите какой-нибудь цвет названия какого-нибудь цвета неважно какое-то не до там красный окей пусть прănк раз вот прям напишите сейчас название какого-нибудь цвет белый бирюзовый голубой синий для для вас это просто сейчас условия задания которые мы будем выполнять есть отлично теперь задание на одну минуту в течение минуты оглянуться и сосчитать количество предметов этого цвета вокруг вас и минута минута пошла и 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 вам надо как-нибудь до встряхнуть внимательность находясь в любом месте выбирайте любой цвет и дальше начинаете смотреть вокруг себя и находить предметы этого цвета да то есть очень простое очень эффективное упражнение по управлению вниманием и теперь домашнее задание для хардкора сделать что-нибудь за эти 24 часа что вы никогда раньше не делали но всегда хотели сделать то есть это может быть что-то совсем простое да например не знаю попробовать еду какую-нибудь которую никогда не пробовать посмотреть какой-нибудь фильм но здесь тоже желательно брать какого-нибудь режиссера или какой-нибудь жанр который вы никогда таком жанре не видели послушать музыку которую вы никогда не слушали то есть что-то поменять сделать что-то неожиданное единственное опять же друзья следим за экологичностью до чтобы это действие не принесло вред окружающим либо вам самим насколько понятно домашние задания если все понятно напишите что все понятно если есть вопросы то готов задать готов открыть так есть буду смотреть кисле вского диколог как раз кстати вот диколог очень классная это часто это нельзя делать но я однажды сделал так сел и посмотрел его от начала до конца тяжеловато конечно но такое способствует там середине есть одна одна серия просто невыносимая очень тяжелая если когда и через нее пройдете дальше уже легче есть отлично но все друзья увидимся завтра в 12 часов на очередном занятии я тут с удивлением узнал что оказывается 9 и 10 оказывается не выходной всяком случае в школу дети оказывается в школу идут но мы с вами будем продолжать 9 10 поэтому постарайтесь найти возможность в прямом эфире послушать если вы работаете на работе или послушайте в записи в крайнем случае но мы продолжаем у нас еще 7 8 9 10 еще три занятия так что увидимся пока пока огромное вам спасибо за ваши вопросы мне мне реально очень интересно я получаю огромное удовольствие работая с вами на этом тренинге ну и надеюсь что с многими из вас мы продолжим работу в мастерской на тренинге на курсе сценарий полнометражного все пока пока